У игроков было около 1000 долларов, и они копили их, выполняя огромное количество миссий. Хансио глубоко понимал их финансовое положение, поскольку в конце концов он тоже когда-то был начинающим игроком. Этот шаг должен был позволить игрокам почувствовать, что освоить навык было нелегко. Люди все такие. Они не будут ценить вещи, которые достались легко. Только когда они не смогут получить что-то мгновенно, они почувствуют необходимость расти, чтобы добиться того, чего они желают. В этом случае, если у обычного игрока и не постановятся хорошие отношения, это также повысит их репутацию. Конечно, главная цель мастера Хана состояла также в том, чтобы получить побольше денег от игроков. Если я не заберу у игроков их трудом заработанные деньги, буду ли я все еще считаться человеком? Постоянно создавать спрос со стороны своих клиентов и заставлять их покупать продукты, это тактика, используемая бизнесменами. Хансиа дотронулся до подбородка и подумал, о, если бы я только занялся бизнесом. Глава 128. Все взаимосвязано игроки, которые изначально колебались, моментально приняли решение повысить свою репутацию с Черным Призраком до 5 очков. Они не хотели упускать такую хорошую возможность. Вы обучили базовой сборке. Вы заработали 1000 опыта и 200 аквамариновых долларов. По сравнению с этапом бета-тестирования Хансиа удвоил стоимость базовых знаний, но игроки по-прежнему с энтузиазмом изучали их. Хотя он будет получать только 1000 опыта каждый раз, когда обучат знаниям. Общая сумма будет быстро расти, так как многие игроки здесь хотели получить знания. Первоначально, для игроков аквамарина, чтобы продвинуться, наиболее распространенным способом было присоединиться к лагерю. Игроки редко где могли получить базовые знания, не присоединившись к лагерю. Присоединившись к лагерю и выполняя квесты для получения очков отношений, игроки могли обменивать эти очки на базовые знания. Конечно, игроки могли выбрать и покупку за наличные, но это того не стоило. Действия Хансиа спасли многих игроков от этой проблемы, и в то же время, они ускорили их прогресс. За короткий промежуток времени сотни игроков выучили у него базовые знания. Хансиа в свою очередь, получил сотни тысяч очков опыта. И это число безостановочно росло. Пока бизнес Хансиа процветал, он был похож на Цзян Тайгуна, спокойно ожидая, когда рыба проглотит приманку. Цзян фигурирует с уважительным прозвищем Тайгун, старейшина, почтенный старец. В частности, оно используется в поговорках Тайгуну дит рыбу, а на удочку попадется тот, кто хочет. Прим. Ссылка на википедию хттпсрум википедия орг викидзянцзе. Развлекая игроков, он небрежно пролистывал форум. Все игроки с новых планет делились этой информацией. Игроки из деревни Большого Рога с энтузиазмом рекламировали Хансиа на форуме. Он был первым персонажем высокого уровня на всех новых планетах, которые когда-либо появлялись в деревнях новичков. Поэтому он быстро стал популярным. Очень много сообщений о нем продолжали появляться на форуме. У этого высокоуровневого персонажа можно купить недорогое огнестрельное оружие и боеприпасы отличного качества. У него можно обучиться базовым знаниям, если повысить свою репутацию хотя бы до 5 очков. Помимо обычных навыков, таких как базовая стрельба и другие базовые боевые навыки, можно также получить много знаний по классу механика. Игроки-механики могут сразу же начать свои миссии на повышение класса, изучив у него базовые знания. Вау. Я никогда не видел такого высокоуровневого персонажа раньше. Можно обучиться даже знаниям о продвижении в классе. Деревня Большого Рога? Я пойду туда прямо сейчас. Черт, я на другой планете. Я не смогу прийти. Почему такой высокоуровневый персонаж больше нигде не появлялся? Уровень опасности. Смертельный? Есть ли смельчаки, которые хотят испытать его силу? Если вы умрете, я заплачу вам. Я не так богат, поэтому могу лишь подарить небольшой самолет тому, кто умрет от его руки. Многие посты также сопровождались изображениями. Фото Хансиа, который был в черном, достигло огромного успеха. Многие люди были очень впечатлены его нарядом, который включал черную ветровку и пару черных перчаток. Он казался одновременно крутым и красивым, и, пока его лицо будет скрыто, он определенно мог быть мужской моделью. Даже игроки с других планет-новичков с энтузиазмом обсуждали его боевую мощь. На форуме была функция автоматического перевода, поэтому не нужно было беспокоиться о языковых барьерах. Игроки очень заинтересованы в боевой силе этого персонажа. А ведь и вправду, идея внезапно возникла в голове Хансиа, и он подумал, что, если он сможет продемонстрировать свои навыки, он сможет привлечь больше людей для продвижения в качестве механиков. Хотя он и хотел поделиться своими базовыми знаниями, многие люди все еще не решались. В конце концов, было довольно много игроков, которые на самом деле не были заинтересованы в пути механика и сомневались в их боевой силе. Естественно, классы боец и эспер были более привлекательными, и, следовательно, большинство игроков стремились выбрать один из этих профессий. На самом деле, они были частично правы в своем подозрении. Механики были не так сильны на ранних этапах. Однако это правило не распространялось на Хансиа. Он ухмыльнулся и решил ввести игроков в небольшое заблуждение. Он слишком хорошо понимал психологию этих игроков и знал, что многие просто присоединятся к тому классу, который они посчитают самым сильным. Для Хансиа преподавание базовых знаний было отличным способом получения прибыли. Уже были сотни игроков, которые приобрели базовые знания механика. Если бы он смог привлечь половину игроков из деревни Большого Рога, сделав из них механиков, он легко получил бы миллионы опыта. Прибыль в этой сфере была бы почти невероятной. Хансиа был полон решимости. Как раз вовремя. Войска организации Гермина прибудут через несколько дней. Это хорошее время для выполнения плана. В западной столице Бешеный Меч чувствовал раздражение. В последние несколько дней у него не было аппетита ни к чему. Дни без Хансиа походили на дни без солнца, каждый новый день был пыткой. От скуки Бешеный Меч прокручивал форум и случайно наткнулся на кучу постов игроков из деревни Большого Рога. Сообщения были о Хансиа и товарах, которые он продавал. Легкая механическая рука. С выражением приятного удивления, Бешеный Меч внезапно подскочил. Он вспомнил, что Хансиа ранее выставлял эту механическую руку. Хансиа тоже всегда был в маске. Таким образом, Бешеный Меч начал строить догадки. Может ли быть, что Черный Призрак и есть Хансиа? Я должен найти его. Чтобы повысить репутацию у Хансиа до более чем 5 очков, многие игроки направились в пункт сбора в деревне Большого Рога, чтобы выполнить квесты и заработать деньги. Таким образом, количество игроков, окруживших Хансиа, значительно увеличилось. Ваше оборудование и легкая механическая рука была продана. Хансиа был шокирован. Ранее он установил высокую цену в 20 000 долларов за этот предмет, но кто-то смог себе это позволить. Он обследовал окружающих игроков и нашел их лидера. Его ник был Нефритовое Зеленое Небо, Энзен. В тот момент, когда Хансиа увидел это имя, он сразу же его вспомнил. Энзен был лидером гильдии под названием Небесная Территория, и, обладая богатством гильдии, он, естественно, мог позволить себе этот предмет. На Энзен был комплект кожаных доспехов, сшитых вручную, и его экипировка была как минимум на порядок лучше, чем у игроков публичной бета-версии. Это потому, что он был игроком закрытого бета-тестирования. Во время закрытого бета-теста он привел с собой некоторых основных участников, чтобы изучить другие места на карте. Из уст других игроков публичного бета из его гильдии он узнал о Черном Призраке, и быстро привел основных участников обратно в деревню. Хотя Энзен еще не продвинулся в своем классе, он готовился стать бойцом. Он был немедленно привлечен статами легкой механической руки. Хотя он не мог экипировать предмет на данный момент, он решил сначала купить его и оставить в своем хранилище. На случай, если Черный Призрак внезапно исчезнет, и возможность будет потеряна. Есть много хороших предметов. Члены гильдии Небесная Территория тихо похвалили, просматривая список предметов. К сожалению, чтобы поднять репутацию до пяти очков, каждый член гильдии должен был потратить по 2500 долларов. Несмотря на то, что гильдия была большой, деньги, которыми они обладали, были ограничены. Покупка ЛМР стоила большую часть их средств. Хансио неожиданно заговорил. Через несколько дней здесь пройдет отряд из организации Гермина, и мне нужны люди, которые помогут мне расставить ловушки в лесу. Вы сможете сделать это? С этим он создал новый квест и запустил его. Уровень сложности Е. Описание было. Установите ловушку в лесу, и вы получите 500 опыта. Кроме того, Хансио предложил три очка репутации в качестве награды, как раз то, что хотела гильдия небесной территории. Энзен решительно обратился к членам гильдии. Все, примите это задание. Хансио молча улыбнулся про себя. Заманивая игроков для выполнения своего квеста, используя очки репутации, он мог и завершить квест, и набрать больше клиентов для своего бизнеса. Таким образом, он убивал двух зайцев одним выстрелом. Он мог произвольно приписать очкам репутации определенную ценность. Этот метод был похож на теорию бумажных денег, согласно которой что-то делалось ценным, хотя на самом деле ничего не стоило. Этот метод может быть эффективным в привлечении гильдии небесной территории, гильдии разрушителя, да и в принципе игроков любой гильдии к прохождению квеста. Хансио всегда чувствовал, что валютная система построена на пузыре. С этой мыслью он всегда расставался со всеми своими заработанными деньгами. Неизрасходованные деньги могут стать помехой для мотивации к работе. Большинство игроков ушло в лес, чтобы расставлять ловушки. Ловушки, которые они могли использовать, были элементарными. Они были ловушками для монстров. Хансио взял перерыв и тоже отправился в лес. Лес был так полон ловушек, что у любого, у кого была клаустрофобия, все тело покрылось бы мурашками от этого зрелища. Отступающие войска и организации, несомненно, будут в ужасе, когда войдут в лес. Ловушки монстров, которые установили игроки, были по сути бесполезны и должны были лишь привлекать внимание. Хансио сам установил несколько других ловушек, и эти ловушки были самыми смертоносными. Глава 129. Шумиха в кругу киберспорта на планете Аквамарин было 4 континента и очень много стартовых пунктов для начинающих игроков. Был постоянный поток новых игроков, присоединяющихся к открытой бета-версии, поэтому общее количество игроков продолжало расти. Однако по сравнению со всем населением планеты это было все же незначительным числом. Все игроки выполняли задания для начинающих и медленно продвигались. В основном они разбивали лагерь в районах вокруг деревень новичков. Игрокам из деревни Большого Рога завидовали многие, так как они столкнулись с высокоуровневым персонажем, Хансио, который мог научить их базовым знаниям, в то время как игроки в других деревнях-новичках могли продвигаться только сами, занимаясь бесконечным гриндингом. Гриндинг от англ, гринд, молоть, затачивать, зубрить, монотонная, повторяющаяся, нудная работа, которая включает в себя однообразные действия. Слово чаще всего употребляется в видеоиграх. Постоянные убийства одних и тех же мобов, добыча ресурсов ради добычи ресурсов, бесконечный фарм золота, все это и есть гринд. Характерен для RPG и MorbKeygr. Все как в жизни, чтобы добыть что-то хорошее, нужно долго заниматься рутиной. Как правило, игроков можно разделить на три типа. Обычные игроки, студийные игроки и профессиональные игроки. Не знаю, что за студийные игроки, кажется, это игроки от телестудий. На форуме шла прямая трансляция. Божественный игрок из клуба Роскошное святилище, который занимал 2 Е-места в киберспортивной арене страны и 21 Е-места в мире, официально объявил, что присоединится к галактике. Его ник – Сонг. Количество зрителей уже достигло миллиона и продолжало быстро расти. Мистер Сонг, могу я спросить, вы отныне полностью сосредоточитесь на галактике? Могу я узнать, почему вы решили присоединиться только на этапе открытого бета-тестирования? Могу я узнать. Даже когда его засыпали вопросами репортеры, Сонг оставался спокойным и харизматичным, и он отвечал на каждый вопрос элегантно. Он был красивым молодым человеком, который всегда носил завораживающую улыбку. Благодаря своим превосходным навыкам и яркой внешности Сонг приобрел огромную базу поклонников. Галактика – игра века с беспрецедентным потенциалом. У нее есть бесчисленные возможности, огромные карты и невероятное количество свободы. С моей личной точки зрения, я считаю, что галактика станет феноменальной игрой. Всемирная ассоциация киберспорта уже начала готовить первую лигу для галактики, и она будет в мировом масштабе. Не только я, но и все китайские игроки будут участвовать в этом грандиозном событии, чтобы соревноваться с игроками из Америки, Франции, Кореи и других стран с хорошо развитым киберспортом, стремясь завоевать славу для нашей страны. Вчера крупные гильдии Америки, такие как Ключ, Дьявол и Громовая Змея, также объявили о своем вступлении в галактику. Они выбрали планету с наибольшим потенциалом, планету Винтерфрост, своим базовым лагерем. В будущем они станут жесткими противниками. Наша гильдия также связалась с крупными клубами, такими как Длинное Небо и Гроза, чтобы пригласить их присоединиться к игре. Мы, как нация, определенно не будем отставать в этой игре. Есть ли у вас какие-либо комментарии по вопросу, где ваш старый заклятый враг, потерянный ангел, заявил, что собирается победить вас в галактике? Спросил один из репортеров. Сонг хмыкнул и заявил с сильным чувством уверенности в себе. Меня не сможет запугать ни один человек. Я стану лучшим в галактике и приведу китайских игроков к победе над всеми игроками из других стран. Эта конференция была как сигнал, который намекал на подъем галактики. Его влияние резко возросло сразу после конференции. Началась шумиха во всем мире киберспорта, и бесчисленные профессиональные игроки объявили о своих планах присоединиться к игре. По договоренности со своими клубами такие игроки, как Сонная Зима, Жареный Рис и Рейни Ким, которые присоединились к игре во время фазы бета-тестирования, также провели пресс-конференцию. Это еще больше разожгло энтузиазм в кругу киберспорта. Тема игры становилась все более популярной, а активность на игровом форуме была на феноменальном уровне. Бесчисленное количество игроков также с нетерпением ожидали выхода на продажу второй партии Capsule VR. Как только популярность игры взлетела, Галактика выпустила свой первый официальный трейлер. Трейлер показал различные пейзажи планет-новичков, как будто это был документальный фильм. Различные стили и облики планет в сочетании с магией и технологиями как древних времен, так и будущего привлекли бесчисленное количество глаз. Этот трейлер был сделан из коллекции клипов закрытых бета-игроков, и все они были записаны от первого лица. Этот трейлер показал фон и окружающую среду мира Галактики с помощью движущихся изображений. Вскоре Галактика выпустит и другие подобные рекламные ролики, чтобы показать другие аспекты Галактики. Они объявили, что в следующем видео будут показаны сцены сражений разных классов, что даст игрокам более полное представление о вариациях разных классов и их стилях боя. Многие стремились посмотреть это видео. Уровень активности форума постоянно был на высоте, и Хансио следил за тенденциями на форуме. Видя неки многих профессиональных игроков, с которыми он ранее сражался в своей прошлой жизни, на Хансио нахлынули эмоции. Он все еще помнил времена в своей прошлой жизни, когда он был увлеченным новым игроком в игре. Через много лет он стал опытным профессиональным бустером в игре, а затем он трансмигрировал в игру. Вещи так сильно изменились для него, действительно, реальность оказалась более драматичной, чем роман. В своей прошлой жизни он был среди игроков, которые купили вторую партию капсул в Ир. Хансио было любопытно, была ли другая версия его в этом мире, поэтому он не переставая обращал внимание на форум в поисках каких-либо доказательств этого. Хансио находился в деревне Большого Рога последние несколько дней, и за это время деревню постоянно посещали старые игроки, и здесь рождались новые игроки. Группа любопытных новых игроков, которые только что прибыли, собрались за пределами деревни Большого Рога. Их лица были полны любопытства. Это деревня новичков, верно? Игрок с пистолетом на талии прошел мимо, и он сразу же привлек внимание этих новых игроков. Братан, где ты купил этот пистолет? О, вы, должно быть, новички. Вы спросили правильного парня об этом. Совет. Никогда не покупайте оружие в деревне Большого Рога. Идите прямо на запад. Там есть высокоуровневый персонаж по имени Черный Призрак, который не только продает оружие по очень доступной цене, но также может помочь вам с продвижением по классу, сказал игрок с пистолетом. Правда? Пойдем, посмотрим сейчас. Воскликнули новички. Их глаза ярко светились. Бегите. Не забудьте поблагодарить меня. У игрока с пистолетом на лице было выражение гордости. Все больше и больше игроков приходили, чтобы найти Хансиа сразу после появления в игре, прежде чем пойти, а деревню Большого Рога для получения миссий. Затем они использовали все свои с трудом заработанные деньги на квестах, чтобы купить больше предметов у Хансиа, чтобы заработать очки репутации. Они были как трудолюбивые пчелы, быстро поставляя Хансиа большую сумму денег. Всего за несколько дней Хансиа заработал более 500 000 аквамариновых долларов и почти миллион опыта, такая эффективность не имела себе равных. Для него это был гораздо более безопасный и удобный способ, чем зарабатывать деньги и экспериментировать, выполняя квесты самому. Игроки сейчас все только новички, так что сейчас лучшее время для их использования. Особенности НИП давали ему огромное преимущество перед игроками, но Хансиа знал, что есть условия для получения от них прибыли. Он должен опережать игроков во всех областях развития. Хотя нынешняя ситуация действительно хорошая, я не могу расслабляться и застаиваться, подумал Хансиа, затягиваясь сигаретой. Среди игроков в деревне Большого Рога около 20% предпочли стать механиками, в то время как другие игроки все еще раздумывали. Только если они воочию увидят боевую мощь механиков, они смогут сдвинуться с места. Хансиа взглянул на компьютер и прочитал информацию, переданную из темной сети об организации. «Отступающие войска будут проходить мимо деревни Большого Рога сегодня днем». Пока он размышлял, он услышал женский голос. «Черный призрак, а почему ты враждуешь с организацией Гермина?» Хансиа повернул голову и увидел миниатюрную молодую девушку. Она была ниже его подбородка и имела тонкие короткие волосы и водянистые глаза, полные любопытства. Ее лицо было как яблоко, из-за чего у людей все время возникало желание ущипнуть ее за щеки. Кленовая Луна. Она была первой девушкой, которая обучилась у него навыкам. «Не могу поверить, что мы встретились снова». Хансиа поднял бровь, когда в его голове начали появляться старые воспоминания. Кленовая Луна – одна из лучших механиков третьего сезона, изначально была обычным игроком. Она выделилась в соревнованиях третьего сезона и заключила контракт с клубом, чтобы стать профессиональным игроком. В прошлой жизни на форуме стало известно, что Кленовая Луна любит копаться в скрытых сюжетах, и все награды, которые она получала от этого, накапливались и улучшались до третьего сезона, когда механики стали одними из лучших классов. Только тогда она действительно показала свое боевое мастерство. Хансиа моргнул, и у него появилась новая идея. Возможно, такие игроки могут. Глава 130. Первый шаг в построении большой сети основываясь на миссиях, которые Хансиа выдал игрокам, Кленовая Луна догадалась, что Хансиа и организация Гермина являются врагами. Большинство игроков просто хотели бы выполнить задание и покончить с этим, поэтому они даже не потрудились бы вникнуть в какую-либо справочную информацию о квесте. Тем не менее, Кленовая Луна любила изучать линию сюжета и ей было любопытно узнать историю Хансиа. Черный призрак – это имя заставило ее вспомнить всевозможных убийц истории мести. Она верила, что здесь есть что-то, что она могла бы изучить глубже. Она – первый игрок, который начал взаимодействовать со мной, помимо получения квестов и продажи снаряжения. Глаза Хансиа загорелись. Хансиа размышляла о своих отношениях с игроками и пришел к выводу, что они не были врагами, за исключением игроков, которые выполняли задания, нацеленные на него. Он мог не только извлекать прибыль из игроков, но и тренировать игроков с потенциалом и позволить им стать его союзниками. Обмениваясь помощью и ресурсами, он мог заставить этих игроков охотно сражаться вместе с ним. Поскольку игроки могли воскреснуть, это было несколько неблагоприятно для Хансиа. Однако, с другой стороны, это также означало, что игроков можно использовать в качестве бойцов и пушечного мяса. Хотя у большинства игроков не было принципов, и поэтому использование игроков таким образом могло быть довольно хаотичным, Хансиа четко понимал психологию игроков и то, что их мотивировало. Пока он будет манипулировать ими должным образом, он сможет в определенной степени контролировать их действия. Если он хорошо использует эту стратегию, он мог бы получить огромное преимущество в борьбе с силами НИП. Преимущество может стать таким же большим, как его преимущество при взаимодействии с игроками. Как же это называется, вести двойную игру? Нет, это должно быть названо всесторонней фокусировкой. В голове Хансиа зародилась куча идей, когда он взглянул на нее. Затем он внезапно направился к машине. Кленовая луна была поражена на мгновение, прежде чем последовала за ним. В прицепе машины находилась мастерская, заполненная разными запасными частями. Хансиа небрежно указал пальцем, попросив кленовую луну присесть, где ей удобно. Затем он зажег сигарету и закурил. Дым создавал таинственную атмосферу, и кленовая луна, увидев эту сцену, сразу поняла, что сейчас должно произойти что-то захватывающее. Это заставило ее сердце биться быстрее. Она выжидательно смотрела на Хансиа. Хансиа стряхнул пепел со своей сигареты и начал рассказывать. Организация Гермина – это порочная организация, которая использует горе людей, потерявших свою страну, чтобы манипулировать ими и бороться за свои личные выгоды. Они пытаются развязать мировую войну и добавить еще шрамов в этот мир, который уже покрыт ранами. Хансиа украсил историю многими деталями злодеяний, которые ранее совершила организация, но он не стал искажать факты. Организация Гермина действительно совершила много кровавых действий. Хансиа смог узнать все это, основываясь на воспоминаниях из своей прошлой жизни и прочитав соответствующие файлы в темной сети. Он красочно рассказал обо всех этих инцидентах Кленовой Луне. Пока Кленовая Луна слушала Хансиа внимательно, ее эмоции переливались через край, ее впечатление об организации Гермина резко упало и она почувствовала, как в ней нарастает гнев. Кленовая Луна была человеком, который испытывал эмоции от сюжета игры, и она всегда принимала решения, основываясь на том, чего хочет ее сердце. Она никогда не была мотивирована личными достижениями. На самом деле было много игроков, таких как Кленовая Луна, так как большинство игроков были здесь, чтобы насладиться игрой. Игра имела богатую историю, в которую люди могли легко погрузиться. Однако большинство таких игроков играли в оффлайн игры, поэтому таких игроков редко можно было найти в онлайн играх. Хансиа, на самом деле, находил таких игроков, как Кленовая Луна, восхитительными. Он кашлянул и задал вопрос, который явно вел к квесту. Хотела бы ты стать врагом организации? Это был вопрос с вариантами да или нет. Кленовая Луна торжественно кивнула. Ваша репутация с Черным Призраком увеличилась на 5 очков. Настроив очки репутации, Хансиа достал мобильный телефон и передал его Кленовой Луне. Хорошо, я вижу твою решимость. Когда ты станешь сильнее, свяжись со мной по этому телефону. Вы инициировали квест приглашения Черного Призрака. Достигните 20 уровня, затем свяжитесь с Черным Призраком. Кленовая Луна была тайно восхищена своим правильным выбором. Она была права, был скрытый сценарий, который можно было запустить. Хансиа тайно усмехнулся, увидев восхищенное лицо Кленовой Луны. Он планировал закинуть широкую сеть, чтобы поймать всех игроков с хорошим потенциалом. Однако из-за ограниченного числа игроков, которых он мог тренировать, очень важно было тщательно выбрать каждого игрока. В будущем Кленовая Луна станет известным механиком и сможет стать для него хорошим помощником. Она была определенно хорошим запасным колесом. Кашель. Я имею в виду союзником. Что касается оставшихся кандидатов, Хансиа должен был подумать о них. Он был готов выбирать игроков, которые имели хорошие принципы и потенциал. До тех пор, пока Хансиа показывал игрокам, что они могут запустить скрытые миссии от него, остальные профессиональные игроки автоматически придут, чтобы найти его самостоятельно, и это позволило бы ему иметь больше возможностей при выборе кандидатов. Грубый план был сформирован в разуме Хансиа, и он полагал, что это было довольно действенно, но в настоящее время игрокам все еще требовался период роста, прежде чем он сможет перейти к следующему шагу своего плана. После того, как он отослал взволнованную Кленовую Луну, он подождал до полудня, прежде чем создать новый квест для игроков. Охота на Гермину. Следуйте за Черным Призраком, чтобы атаковать отряд. Этот квест является миссией с призовым фондом, и базовая награда составляет 35 000 опыта. 500 опыта будут использованы при принятии квеста и помещены в фонд наград. Общая награда будет пропорционально распределена между 5 лучшими игроками или командами. У Хансиа была возможность выпускать различные виды квестов, включая миссию с призовым фондом. К сожалению, награда, которую он мог распределить за миссию с призовым фондом, все еще будет зависеть от верхнего предела одной миссии. Однако, поскольку игроки были в основном на 4М и 5М уровнях, 35 000 были для них астрономическим числом. Игроки, желающие присоединиться к миссии призового фонда, должны были заплатить вступительный взнос. Хансиа попробовал и понял, что не может манипулировать опытом, который игроки вносят в призовой фонд. Он чувствовал себя подавленным, словно потерял еще один способ заработать, обмануть нубов. Гильдия Убей всех была первой, кто узнала миссии с призовым фондом. Они были в шоке от огромного размера награды за квест. Это должна быть первая миссия с призовым фондом. А вот 35 000 опыта. Только базовая награда. Это очень много. Квесты, которые я могу выполнить сейчас, дают мне всего лишь несколько сотен опыта. Если больше игроков примут этот квест, призовой фонд будет астрономическим. Члены гильдии Убей всех не могли сдержать своего волнения. Глаза Слайсуап вспыхнули, и у него возникла другая мысль. Нет, мы не можем позволить другим игрокам принять этот квест. Члены гильдии были шокированы и спросили своего лидера. Почему нет? Слайсуап вяло объяснил. Только пять игроков или команд могут получить приз за этот квест. В деревне Большого Рога есть несколько сотен тысяч игроков, включая нескольких профессиональных игроков. Вместо того, чтобы соревноваться со всеми и полагаться на удачу, почему бы не присвоить 35 000 опыта себе? Если мы будем единственными, кто примет квест, мы сможем легко управлять рейтингом и распределить награду без остальной части нашей гильдии. Кроме того, если мы выиграем квест как команда, каждый участник получит только незначительное количество опыта. Если же мы сможем раздать опыт нескольким игрокам, это будет намного полезнее. Он хотел, чтобы несколько основных членов выполнили задание и заработали огромное количество опыта. По сути, это было передачей опыта, который другие члены гильдии отдали бы нескольким избранным. Если бы все в гильдии получили опыт, то каждый человек в среднем заработал бы только около 500 опыта, что было незначительным. Однако, если весь опыт будет передан только нескольким участникам, их рост будет значительно ускорен. Члены гильдии с ужасом посмотрели друг на друга. Хотя они были против, но никто из них не хотел терять свою работу. Это был лишь небольшой опыт. Это не имеет большого значения. Поэтому, все согласились. Квест начинается только во второй половине дня, и Черный Призрак определенно отправится на место заранее. Если мы не позволим другим игрокам вступить с ним в контакт в течение этих двух часов, миссия будет нашей. Слайсюап приказал членам своей гильдии взять пистолеты и охранять территорию вокруг Хансиа и сказал. Предупредите любого человека, который будет приближаться к нему. Если кто-то проигнорирует предупреждение, немедленно стреляйте. Гильдия Убей всех насчитывала более 20 основных членов, которые базировались в деревне Большого Рога, и более 100 второстепенных членов. Это была самая большая фракция игроков на данный момент. Гильдии, работающие в студии, отличались от обычных игроков. Они присутствовали во многих играх, и только когда они были уверены, что конкретная игра была достаточно ценной, чтобы в нее можно было вложить большие средства, они затем перетягивали своих участников из других игр в эту конкретную игру. У гильдии Убей всех было несколько тысяч членов, но лишь около сотни играли в Галактику. Остальные игроки гильдии присоединятся к игре, когда в продаже появится больше капсул ВР. Игроки в этой игре могут убивать друг друга. Однако чем больше людей они убьют, тем больше очков греха они накопят. Количество опыта и снаряжения, которое игрок может драпнуть после смерти, было пропорционально его очкам греха. Хансио понял, что вокруг него была группа игроков гильдии, которые прогоняли других игроков, не позволяя никому приблизиться к нему. Они были довольно агрессивны и суровы, те, кого отогнали, боялись противоречить. Он поразмышлял немного и сразу понял, что пытается сделать гильдия Убей всех. Его лицо потемнело. Эта гильдия пытается присвоить мою миссию с призовым фондом себе, как бесстрашно. Его первоначальное намерение в миссии Призовой фонд заключалось в том, чтобы привлечь больше игроков, чтобы они стали его пушечным мясом, но теперь гильдия Убей всех мешала его плану. Большая группа игроков собралась на стороне, они были возмущены, они слишком властны. Я просто хочу купить боеприпасы, вот и все. Какое ты имеешь право насильно перекрывать путь к черному призраку? В этот момент члены гильдии Небесная Территория пробились сквозь толпу и противостояли гильдии Убей всех. Затем Инзен выкрикнул, что вы, ребята, пытаетесь сделать. Слайсюап был бесстрастным. Он даже не удосужился объяснить, лишь просто указал рукой. Его члены сразу же нацелили свой пистолет на Инзен. Это моментально взбудоражило членов гильдии Небесной Территории, они ответили тем же. Все остальные игроки были слегка шокированы этой сценой. Они быстро двинулись назад, чтобы не попасть под шальную пулю. Инзен немного колебался. У него было меньше людей, поэтому он знал, что когда начнется битва, он окажется в невыгодном положении. Он не понимал, почему гильдия Убей всех внезапно стала настолько властной, но был уверен, что происходит что-то подозрительное. Кроме того, так много глаз вокруг. Наблюдая за ними, гильдия Небесной Территории не могла действовать как трусы. Инзен и члены его гильдии обменялись взглядами, подтверждая мысли друг друга. Будем биться. Напряжение росло с обеих сторон. Другие игроки протягивали свои шеи, чтобы посмотреть на шоу. Две большие знаменитые гильдии собирались биться друг с другом. Это было необычным явлением. Битва была на грани начала. Именно тогда все члены гильдии Убей всех получили уведомления в своем интерфейсе. Ваша репутация с Черным Призраком снизилась на 10 очков. Текущая репутация. Минус 5. Текущие отношения. Холод с Лайсю Абб был потрясен. Глава 131. Кровопролитие что за? Что случилось? Почему упала моя репутация? Игроки из гильдии Убей всех были сбиты с толку. Они немедленно повернулись и посмотрели на Ханси А, но увидели, что он смотрит в их сторону с выражением безразличия. На этот раз, независимо от того, насколько они глупы, они могли понять, что происходит. Остальные игроки с любопытством и подозрением наблюдали со стороны. С Лайсю Абб был чрезвычайно обеспокоен. Откуда ему было знать, что их действие расстроит Черного Призрака? Разве это не нормально для гильдий копить ресурсы в игре? Почему этот НИП такой умный? Репутация, заработанная за эти несколько дней, исчезла и даже немного упала. Члены гильдии вокруг него смотрели на него неодобрительно. Но для Слайсю Абб было слишком поздно сожалеть. Он мог чувствовать, что его авторитет как лидера на порядок снизился. Он оказался в очень сложной ситуации, и ничего не мог поделать, кроме как быстро уйти со сцены вместе со своими людьми. Игроки вокруг были сбиты с толку. Они не знали, почему или как некогда высокомерная гильдия Убей всех ушла, поджав хвосты за считанные секунды. Кэнзен даже закралась мысль, что гильдия Убей всех испугалась их гильдии Небесной Территории. Что происходит, когда моя гильдия стала такой крутой? Никто больше не блокировал путь, и постепенно игроки узнали, что появилась миссия с призовым фондом. Они наконец поняли мотив гильдии Убей всех. Они были полны праведного негодования, потому что это было совершенно несправедливо. Посмотрите на них, попытались забрать весь призовой фонд. Какая гадость! Выговорившись против гильдии Убей всех, игроки обратили свое внимание на миссию с призовым фондом, привлеченные условиями и наградой. Все приняли квест, все хотели урвать кусочек этого огромного торта. Призовой фонд медленно перевалил за 500 000 опыта, и для начинающих игроков это была просто немыслимая сумма, до такой степени, что одно только размышление об этом перехватывало их дыхание. Только пять человек могли претендовать на призовой фонд. Рейтинг зависел от затраченной энергии и вклада. По сравнению с числом участников, пять было, несомненно, небольшим числом. Но проблема заключалась в том, что все думали, что они станут счастливчиком. Несмотря на то, что это было почти так же маловероятно, как выиграть в лотерею, в их глазах все еще оставался проблеск надежды, если бы выбрали их, это было бы все равно, что выиграть джекпот. Игроки еще не были даже на 10 ур. Их боевая сила была крайне низкой, но зато они не боялись смерти. С пистолетом в руках они могли нанести небольшой урон. По крайней мере, объединившись со всеми вокруг, они могли увеличить свою огневую мощь. Вот почему Ханся подумал о квесте. Лес деревни Большого Рога был очень большим, но огромное количество информации от темной сети помогло определить точный маршрут эвакуации войск организации Гермина. Все прибыли на место, где были установлены ловушки. Игроки объединились и разошлись для засады. Среди них, игроки из закрытой бета-версии были более склонны выбирать друг друга в качестве товарищей по команде. Конечно, те, кто состоял в гильдии были в самом выгодном свете. Объединение в команды было для игроков лучшим выбором. Все знали, что, полагаясь только на свои усилия, они никогда не попадут в список. Кленовая Луна была немного расстроена. У каждого игрока была команда. Она была на шаг медленнее и не смогла найти никого, с кем можно было бы объединиться. Ханся заметил это и позвонил Кленовой Луне. Он достал свою модифицированную снайперскую винтовку, а также несколько патронов и передал ее Кленовой Луне. Я одолжу тебе эту винтовку, останься со мной. Кленовая Луна с удивлением прикрыла обеими руками свой крошечный рот. Она думала, что это было преимуществом запуска секретного квеста. Но увидев требования снайперской винтовки, она оказалась в трудном положении. Снайперская винтовка требовала навык снайпер не ниже 1го уровня. Кленовая Луна надулась. Но я не знаю, как ее использовать. Черный Призрак передал вам способность снайпер. Вы хотите потратить 2000 опыта, чтобы выучить это? Ханся не учил игроков этой способности снайпера. Кленовая Луна была одновременно потрясена и счастлива. Она согласилась, не задумываясь. Так как Кленовая Луна была достойна тренировки, Ханся, естественно, был предвзятым к ней. Конечно, это был секрет между ними. Если другие игроки считают, что это несправедливо, что они могут сделать, кроме как ограничить свои жалобы. В этом материалистическом обществе люди без ресурсов не имели права голоса. Порыв ветра свистел по лесу. У всех игроков в засаде были нервные, но возбужденные лица. Это была первая битва для многих из них. Энзен привел членов Небесной Территории, чтобы спрятаться в лесу. Он должен был получить один из трех лучших призов от миссии с призовым фондом. Он подумал про себя. Моим самым большим соперником должен быть Убей всех. Первое место обязательно будет у кого-то из нас. С другой стороны, Слайап все еще был чрезвычайно обеспокоен резким падением своей репутации у Ханся, но квест все еще должен был быть выполнен. Он посмотрел на своих удрученных членов гильдии. Не думайте слишком много об этом. Сначала просто закончим этот квест. Мы не можем позволить членам Небесной Территории опередить нас. Время медленно протекало, и с каждой секундой воздух в атмосфере становился все холоднее. Ханся достал отчет, полученный им из Темной Сити. Он бросил последний взгляд. В рядах отступающих войск было два боевых руководителя. Фрири и Сибир. Оба когда-то входили в один и тот же элитный армейский отряд, каждый 30-го уровня, но они не представляли для него угрозы. Ву-ву.